Строительство – одна из отраслей, которая активно развивается с момента обретения независимости. За эти годы были построены тысячи жилых домов, сотни социальных и производственных объектов, проложены километры инженерных сетей. Сегодня честовали специалисты отрасли, внесших особый вклад в благополучное развитие региона. Акимобластина Риман Туригалей поздравил строителей на торжественной церемонии, состоявшейся во Дворце искусств Атамикен, вручил нагрудные знаки и благодарственные письма. Строительная отрасль является одним из основных направлений экономики. В этом году здесь наблюдается динамика развития. Так, если в области строится 3210 квартир, половина из них в Уральске. Увеличение количества новых домов также связано с весенними паводками. Строители сейчас работают почти в круглосуточном режиме, чтобы пострадавшие могли как можно скорее заселиться. Строительство – это не просто возведение стены и крыш. Это создание фундамента для жизни, работы, которая требует исключительного мастерства, терпения и усердия. Ваша работа является ярким примером того, как можно преодолевать трудности и преображать окружающий мир к лучшему. Вы не только строите здание, но и восстанавливаете надежду и уверенность в завтрашнем дне. На торжественном мероприятии чествовали тех, кто улучшает облик региона и вносит свой вклад в повышение качества жизни людей. Отличившиеся представители отрасли были награждены знаками почетный строитель, медалями ветеран труда, благодарственными письмами и почетными грамотами Акима области и профильных ведомств. Валентина Михно, пожалуй, единственная женщина в регионе, посвятившая этой сфере всю свою жизнь. Она создала собственное предприятие и с успехом реализует предлагаемые проекты. Ее компания сейчас также возводит жилье для пострадавших от паводка. Руководитель получала награду вместе со своими сотрудниками. Коллектив довольно большой. Порядка 250-270, потому что у нас на сезонные работы приходят индивидуальные предприниматели, которым мы тоже даем возможность зарабатывать деньги. Это только два человека, которые пришли сюда, но у нас еще есть много-много наград, который мы будем вручать завтра на своем празднике на предприятии, на строящемся объекте, комфортная школа, которой в этом году непременно надо ждать. Старшее поколение тоже было отмечено наградами. Ветераны довольны достижениями в регионе. Они говорят, что за короткое время архитектура изменилась до неузнаваемости. Нагам Утипкалиев, высоко квалифицированный специалист, внесший вклад в возведение многих объектов. В свои 74 года он все еще в строю. Работаю в строительстве с 1972 года. Трудовую деятельность начался с прораба. Хотя сейчас я на пенсии работаю техническим надзором. Поздравляю всех строителей с праздником. Любая отрасль общества напрямую связана со строительством. Сегодня в области возводят 12 школ, 40 медицинских учреждений, 7 культурно-спортивных комплексов. Кроме того, продолжается строительство различных производственных цехов, объектов вода, газа и электроснабжения, торгово-развлекательных центров. Тенденция строительства у нас идет положительными темпами. На сегодняшний день все строительные компании задействованы максимально в строительной сфере. Всех хотелось бы строителей поздравить с наступающим нашим днем строителям. Работа у нас очень сложная, но опять-таки она очень благодарная. Почему? Потому что мы созидаем, дарим добро, создаем новые жилища, обеспечиваем села новой водой, чистой питьевой водой. В строительной отрасли показатели развития региона в этой сфере работы всегда много. Впереди у специалистов много интересных проектов, которые предстоит реализовать качественно и в срок. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Алихан Ясказеев, Акжаик, Акпарат.